ну еще там получила давай по порядку рассказы как мы приехали от я сел в машину и дальше отсюда начинаю и пока не вырезаю из машины дома круг сделать а потом не забудь все бумажки принеси к виктору андреевичу чтобы он посмотрел и сказал что делать-то со мной теперь давай не слышно хорошо ну еще слышу так поближе может чуть да вот не получается менять или ладно давай так ну мы приехали в поликлинику пошли к ревматологу так у ревматолога были анализы ваших коленочек рентген анализ крови общий она еще говорила надо анализ мочи сделать ревматолог а чё ж не сказал а чё теперь поедем туда и нет все но потом когда поедем к сосудистому хирургу она уже вышла из кабинета и говорит ой у нас еще мочи вашей нету так ну в общем и дуплекс вен мы сделали дуплекс только вен а нужно было сделать еще и артерий вот как раз в артериях то там вся собака то и зарыта получилось то есть вены у вас вены вены то неплохие у вас под коленом в левом колене там киста это жидкость жидкости в левом колене больше было и эта жидкость спустилась под колено и там образовалась киста такая вот из жидкости а в правом там тоже изменения но кисты нету так она меня узнала говорит у меня был горит когда-то я у нее это база были база данных 16 16 году что ли у вас тогда уже были так это называется артроз суставов так тромбоза вен у вас нету то есть тромбов нету венах вот так вот киста бейкера слева вот вот это вот жидкость как раз под коленом отек подкожной клетчатки левой голени и вот отек а как как от этого избавиться ну вот она говорит что нужна консультация еще сосудистого чтобы он тоже сказал то есть а когда мы сегодня сделали дуплекс артерий у вас в артериях ну то есть артерия такая да а у вас она вот такая вот уже то есть наполовину сужены а почему это 3 где-то 30-40 процентов а где-то 45-50 процентов то есть наполовину холестерин у вас немножко повышен холестерин и так сейчас скажу почему холестерин то еще от чего он там залез то да ну питание все питание питание да питание то хорошее же яблоки привозила капусту хлеб едите да это кто хлеб я ем хлеб ем надежда очень надо пирожки делает хлеб это это бич это же глюкоза а этот кто он крахмал глюкоза там все белый хлеб это а у нас не белый хлеб у нас такой серый да белый хлеб белый надо то есть черный как у георгия помните георгий то так а атеросклероз аорты признаки атера атеросклеротического поражения аорты и ее ветвей то есть вот как раз эти артерии венах нормально в артериях вот у вас как раз забиты они а чего какая то что там какая пища мешала или что на стенках артерии это скапливается все но прочистить то можно это прочистить ну да конечно можно но уже поздно возраст не тот так сейчас у вас сахар повышен шестерка это максимально а у вас семерка а сахар сахара чего я сахар то не ем но картошка вот крахмал вот этот вот я люблю картошку и мед каждый каждый день мед ем не мед не на сахар не влияет а вот глюкоза этот кто на ну крахмал глюк глюкоза это пищу это солить надо больше или на можно не солить как лучше ты мы не солить лучше конечно вот кстати вода у вас плохая вода же тоже на сосудов вода плохая но как где другую возьмешь из колонки берем ну а из колонки она там вся с этими ну как они вот то что когда кипятишь вот это накид то остается ну вот так понял я она не сказала мне воды больше пить надо или меньше надо пить на воду надо пить то чистую по другой нету вообще сырую сырую воду конечно надо пить ну и дальше куда мы пошли подберись к тому когда ты сколько раз меня раздевала сегодня ой много ну сколько ну вот мы разделись а у вылетел из головы уже все у ревматолога потом куда мы пошли потом мы пошли же еще к сурдологу до сурдологу называется или как а вот который меня током бил то вот мужик то вот у меня но мы к сурдологу сначала сходили помните мы уши ваши проверили ну да помню конечно здесь вообще все идеально нос отличный слизистые все чистые все в носу ничего нету все в норме в норме и глотки в общем горло у вас в порядке ну да уж и тоже в порядке но тугоухость у вас у вас была третья степень тугоухости сейчас уже четвертая это больше еще еще больше да да вы хуже слышит но она когда сказала кнопку нажимай когда услышишь то она меня заставляла она определила что слух у меня уменьшается да хорошо двухсторонняя хроническая нейросенсорная тугоухость четвертой степени ну и в общем сказала что можно вас направить на чтобы вам инвалидность третьей степени дали а как это какая выгода мне от этого будет третья группа группа на что мне это даст бесплатно ездить буду я или чё там инвалидам льготы да ну узнай если еще нету мне не надо зряши я не инвалид я сам хожу и ем и пью ну вот так ну тут с ушами все в порядке только вот я говорю слух меньше все в порядке но не слышит гемоглобин у вас гемоглобин у вас высокий то есть вы говорили что у вас кровь текла но обычно когда кровь из человека вытекает то падает гемоглобин в первую очередь а у вас он на 162 это очень высокий гемоглобин ну так это хорошо или плохо ну вообще хорошо считается на на чего он гемоглобин то как ну вот это красные кровяные тельца железо вот пьют я железа железа не ем железный человек в общем я гляжу по всем признакам меня еще пока можно не хоронить да маленько еще но это еще было повышено так сахар ну немножко там лейкоциты а вот который только меня бил током бил по каждый палец проверял а я дрыгался он еще проверял измен зачем он запытку устроил такую а я ему сказала я говорю вас тут освенцем он даже не улыбнулся я ему сказала что вы пять лагерей прошли в 80-х годах но у вас там так не пытали это электричество меня электричество меня не пытали никогда а здесь электричество главное то другая палец у меня нога бьет там по столу его прямо подпрыгнет особенно когда по что сам стороны у коленки с обратной стороны и включает она как даст мне я никогда не слыхал такого это чувствительность проверяли чувствительность повышена повышена нет занижена вас наоборот как так ну вот так вот то есть тоже может быть с возрастом она снижение снижение амплитуды м ответа вот так да я ж вон как дергался сидел вы не нервный человек и совсем нервный или нет нет не нервы у вас совсем не нет не работают как нужно как это не работает еще себе как сказать правильно то что вот если вы возьмите на горячую эту плиту положите ладошку другой человек сразу почувствует а вы еще можете подержать пожариться потом убрать когда мы на работу принимали и они друг друга призывали мало молодец девчата в россии посмотрите как она вот так возьмет там ну и не скальпель ручкой проведет по спине она вспыхнет как огонь наоборот у меня повышенные нервы ответ ответ у вас ответ на вот эти вот который сигнал давал сигнал давала замедленный замедлены снижение амплитуды м ответа да она может мне не нужна уже вот смотрите признаки акциональной дисфункции мало берцова и больше больше берцова нерва с обеих сторон вот это вот выключение как раз так что тут еще у нас мне одна же операцию такую делали она говорит самому не видно и показать стыдно я говорю врачу ты как-то напишите чтобы не очень я говорит напишу ни один врач не просчитает вот атеросклероз артерии от вас единственная вот эта вот проблема это на память на память влияет на память влияет на память не знаю но там которые другие это приходят они на мою болезнь наверное согласились поменять все ну я думаю что наверное у других то хуже ну вот смотрите вот говорят там холестерин холестерин вот это нельзя есть холестерина в нем много вот там где много холестерина вам нельзя есть ну так если надо как-то мне сказать поточнее что вот я рыбу я мать его холестерин будет нет ну а холестерин это жирно в основном то но у меня нету места не ем свиньям у меня никогда на столе не было нечего холестерину но они же могут ошибаться то она со мной я прихожу она ничего не говорит как будто бы какая-то чушка перед ним проводами опутают бьют меня но не то что атеросклероз этих артерий то есть артерий у вас сужены значит кровь плохо поступает к нижним нижним конечностям они у вас мерзнут ноги то да нет наоборот огнем пылают огнем пылают ну в общем там плохое кровоснабжение в ногах еще растирать массаж вот вы там делали делайте массаж лфк лечебная физкультура ну ежедневно то есть легкая гимнастика чтобы без боли ревматолог сказал чтобы не было боли если вы будете чувствовать боль то это плохо а так вот полигонечку а самому может так присадать присядку сел встал сел вот приседать нельзя как раз а мне сказали можно я тут делал так ну ладно нагрузка на колени это вы прям нагружаете вот это колено вот так может быть там наросло что-то оно отломится и будет хорошо ну там надо до конца узнать все счет еще так уж нельзя нельзя летом я если господь даст я буду босиком ходить кто-то уже опять идет кто-то связь библии слушайте рекомендации да ну ладно значит все мы не закончили то меня отпустили что еще к ехать надо к ним рекомендации слушайте что вам нужно делать давай так наблюдение там терапевта по месту жительства ортопедическая адаптация фиксаторы болезненных суставов есть такие эластичный бинт вот когда сильные боли можно эластичным бинтом на пару часов заматывать у меня не у меня боли нету я когда вот иду она под коленком как будто отламывается что-то а когда я сижу у меня ничего не болит и сплю не болит вообще не болит ну вот когда ходите я поняла когда ходите вот вы пошли куда-то там я не знаю за водой или еще города даже водой намотали вот эти вот эластичный бинт или есть такие наколенники намотали и пошли то есть он вот так вот стягивает немножко и вам легче идти а потом сняли и все вон как на один час на два часа в день можно их накладывать ортопедические стельки так соблюдение ортопедического режима исключить тяжелый физический труд вам нельзя на колени нагрузку понятно эти ведра берете тяжелый идете с ними вы поднимаете ноги нагрузка на колени увеличивается когда вы приседаете и вы коленем огромную нагрузку даете ну ладно понял понял а что там какие-то говорили капустные листья говорили привязывать подождите если вы ногу поднимаете вот так вот делаете вот это можно а вот приседать там нагрузка там нельзя ну понятно длительные вынуждены статические позы вот сидеть долго тоже нельзя ну то есть чтобы колени двигались понемножку то есть вот лфк должны идите и коленями немножко вот так а можно покачивать такая же у меня ноги так красные и у меня такая такой огонь в ногах что я под одеяло в мерзну а ноги голые высовываю голые высовываю что так и есть да так и есть привод в этих заболеваниях от чего заболевания то ну я откуда знаю так дозированная ходить много не ходить избегать перегрузок и переохлаждений то есть вам нельзя чтобы ноги в холоде были даже если они горят но они должны быть в тепле хорошо понял это я понял главное чтобы не ошиблись а то дали такое я сейчас в валенках сижу в избе горят ноги то а раньше я вытащу ноги то но не валенках а можно какие-то носки хотя бы теплые хорошо смотрите по состоянию то есть температура внешней среды там чтобы не переохлаждать и не перегревать так а вот это последнее то меня базилинам то мазала говорю что там и там это вот это вот она вам артерии ваши все смотрела вот она самые проблемы и нашла она главное что-то делает и от другой говорит писать и она говорит ты не так записала вот так надо 2 2 человека на один аппарат я слышала на так но вам нужно есть так 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 желати там где то есть желе нужно кушать а как а желе из рыбных из рыбьих костей как раз делает помните рыбу когда вы вариваете остается вот этот бульончик он в желе превращается вот это вот и есть я всегда им пользовался всегда летом пользовался но тут они пишут биоактивный концентрат мелких морских рыб экстракт из мелкой морской рыбы ну и тут всякие препараты которые и пептиды но это вот как раз вот этот а почему прошлый раз ходили в городской краевой больнице все снимали а вот эта поликлиника она же к ней как-то относится запрещали почему ну вот так речь была там а стационар там попроще врачи к ним приходят больные лежат там а здесь у них поток такой бесконечный всяких людей извне да как какое отношение имеет тому чтобы мешали заснять то я лежу у меня заснять еще этого было бы я думаю они более нервные здесь поликлиники чем там боятся как бы вы не худо не было неправильный анализ дадут но я сразу жаловаться не буду все всего боятся все причем так препараты кальция плюс витамин d длительно одея дай на чем это витамин d на это солнышко на солнце надо быть на солнце да ну сейчас летом витамин d поди будет но кальций с витамином d а а чеснок лук мне нельзя есть почему а то у меня изжога от него а ну это так физиолечение я вам помните при этот аппарат-то приносила вы не стали лечиться вот тут у з в д д т магнит лазер парафин ну физиолечение там у них разные всякие есть эти аппараты вот и жить неохота будет все это собирать как жил так и буду жить так сухое тепло только непонятно на что на колено наверно на колено колено или на ноги ну так как мы с коленями пришли значит сухое тепло на колени я так понимаю санаторно-курортное лечение санатория вас надо нет никуда я не поеду это там лежать надо с чужие люди как я нет мне нельзя это у меня почта огромная идет а вы им когда-то когда визитку давали бы еще говорили им ну кому-то просто так давно не все благодарили врачи понятно а вот эти женщины-то одна-то анна кузьминична как фамилия на е ну я знаю и лисеева что ли это что-то такое ермолова ельникова ельникова она ее внучка это ее внучка ну понятно они квартиру ее продали она у них жила батюшка там прищищал я бывал она очень спокойно хорошая такая она одно время хлеб стряпала для нас надо из нашей муки у нас же как и ваши книги у анны были но она ведь я что-то не помню куда они делись то говорит почему я их не видела то она вспомнила ну тогда так ну не зря мы ездили за сегодня да нет конечно вон сколько всего только вы устали сильно ну все понятно ладно мы же еще флюорографию проходили а это вот где-то рентген то был где понятно это четыре раза я вас раздевала ну а что больше то все тогда спаси христос ну все теперь нам надо попасть к сосудистому хирургу и к невропат не нейро хирургу и к сосудистому точно надо да лишний раз не надо пускай они лечат к хороших людей а я и так дотяну сколько надо но у вас вот основная проблема ваша этот как раз сосуды ну от артерии а еще она говорит давление у меня побольше чем надо а да да давление у вас немножко повышено 140 на 90 а надо 120 на 80 да ну ладно я бы поем эту черноплодку и пускай меряют тогда у нас черноплодки полно ну в остальном вроде все неплохо ну все благодарю с богом тогда спаси христос может быть что артерии то из-за артерии у вас может быть и голова кружится но я это так предполагаю голова то уже давно кружится уже года три так у вас вот они артерии то плохо кровь поступает как циркулирует плохо потому что артерия вот такая да она они у вас вот такие узенькие все то есть кровь и но почему почему они такие стали то от чего ну вообще питание питание вода вот ну да воды больше воды больше пить или меньше вообще надо воды больше пить на воду нужно очищать от минералов а как освобождать может буду чем-то разводить шиповник березовый сок березовый сок это вообще идеальная вода батюшка мне привез три бутылки я уже третью допиваю а это дистиллированная вода вот ее и пить ну да там чистая как слеза все тогда больше всего ну вообще я вот замораживала воду и у вас где это сделать ну зимой можно но там замораживается а внутри у нее такой белый шарик белый шарик вот этой всякой гадости которая в воде ну а как как его там в банке наливать воду выносить не в банке а в пластиковом чем-то в пластиковые банки 5 литровый в которых растительное масло а нет нет ведро которое из-под меда да там маленькая 3 литра ну там маленькая да ну можно большую и вот ее ее заморозить а потом разморозить в общем нужно избавиться вот от этого белого вещества но это тоже долго писание говорит состарится человек говорит и нет удовольствия в этих годах я ночью везде куда-то еду где-то пробираюсь а днем то спотыкаюсь тогда ну все вопросов никаких нет только бумажки все собери ни одной не потеряй виктор андрей еще отдать да да все вот они у меня тут надо больше фруктов овощей кушать вот и все свежих не вареных не нет а да понял володя тут покупал яблоки и все мы едим делим их яблок много надо кушать потому что в яблоках яблочная вот эта вот кислота фруктовая кислота которая как раз вот она и чистит а как же вены то у меня вены то он как на руках видать на обратной стороне то смотри как карандаши какие вены то хорошие у вас вены хорошие артерии не очень ладно хоть как хорошая вот это которая на руке на роса насчет сказала там жидкость нет они твердые никакой жидкости там не видит не предвидится ну может быть и так нет а она уже уплотнилась а его превратилась вот в такую вот шишечку у меня такая шишечка была в детстве мне было 6 лет она у меня на ноге была мне вырезали у меня шрам остался до сих пор как бы микро повреждение может быть там где-то косточка лопнула и там жидкость скапливается а потом уплотняется это не страшно так теперь николай то там эти говорят с 1 марта уже вывозить книги можно было будет но когда придет за четыре дня до этого рассчитать и полный расчет но я мне он послал все я видел ну спасти христос отдыхайте отдыхай давай с богом